Добрый вечер! Сегодня я предлагаю заглянуть в Ленинград 1975-го. Вот чем порадовал май жителей нашего города в этот день 36 лет тому назад. В наш город из Дании прибыла на корабле настоящая королева Маргарета II в сопровождении своего мужа принца датского. Это был первый официальный визит супружеской четы в СССР. Маргарета II стала главой датского государства тремя годами раньше, в 1972-м. Погода в Ленинграде стояла замечательная, поэтому знакомство с достопримечательностями высокие гости начали с пидротворца, о котором, как сказала королева, она была хорошо наслышана. Сопровождал ее величество и принца, первый секретарь Ленинградского комопартии Григорий Васильевич Романов. Гости были в восторге от фонтанов, а посетителей парка и телезрители от изящного костюма и шляпы королевы. Еще одно событие произошло в этот день. Сезон летних круизов на Валаам открыл Владимир Ильич. Именно так назывался новенький, как говорится прямо с иголочки, комфортабельный четырехполутный теплоход, построенный по заказу Советского Союза в ГДР. Первые туристы, среди которых была и съемочная группа Ленинградских новостей, смогли оценить все преимущества флагмана пассажирского речного флота. Удобные каюты, ресторан, танцевальный зал и даже парикмахерскую. Места, в которой самые прыткие дамы успели занять еще до отплытия Владимира Ильича. Ну а те, кто остался дома, следили за прогнозом погоды, которым заканчивался каждый вечерний выпуск новостей. На всю неделю синоптики пообещали солнце и тепло, так что на ближайшие выходные ленинградцы могли смело планировать отдых за городом или в парках, где уже распустилась сирень, открылся лодочный сезон и заработали аттракционы. Вот смотришь эти кадры и думаешь, а ведь хорошо жили. Тогда в новостях по телевизору о плохом, естественно, никогда не говорили. Такие были времена.